То, что мы делаем сейчас с Женей, это считается музыкой. То есть для меня это музыка. Тиктокеры, которые набирают популярность на своем милом личике, в голове пустота. Я не слушаю российский шоу-бизнес. Кстати, вот Слава Мерлоу это гениальный человек. Слава Мерлоу это реально гениальный человек. Для меня лидер мнения это Илон Маск. У меня вообще в планах свою государство создать. Всем привет, это Рома Каграманов и Женя Ершов. Мы сегодня поем и общаемся вместе с вами. Подписывайтесь на официальный канал YouTube Страна.ФМ и там вы увидите все подробности. Я в музыке получается полтора года уже. Я 7 лет. Именно музыки. Я не занимался никогда вокалом, музыкалку не ходил, но писать песни и музыку это уже 7 лет. Я полтора года этим занимаюсь, да. Не так давно мы с ним, кстати, сколько уже прошло с первого нашего фита? 4 месяца назад. На дне рождения Дани Милохина мы просто в шутку кинули друг другу идею. Давай запишем совместную песню. Через пару месяцев буквально мы договорились о встрече на студию. Рома придумал припев к песне «Заплетай». Я с ребятами совместно за сказкой «Мьюзик» дописал куплеты. И вот так родился наш первый трек. На самом деле у трека «Заплета» история такая достаточно долгая, потому что мы очень много пробовали разный аккомпанемент, разной музыки, все не устраивало, куплеты были переписаны. Я хотел рок, чисто чтобы это был рок. Да, Женя хотел чисто рок, я ничего не имел против этого. Мы переписывали, переписывали, потом долго сидели на студии, потом в итоге, по-моему, даже не хотела лейбл выпускать трек, потому что... Да, да, было такое. Чего-то не хватало в этой композиции, ну, не было веры в этот трек. Мы начали писать с человеком с одним, когда мы записывали припев, мы писали его с одним человеком, и там вообще совершенно иной был смысл и иной посыл. Вот, мы с тремя разными командами, так скажем, попробовали дописать куплеты, побегов-побегов, мы в итоге дописали куплеты, мы нашли нужный оранж, сделали нужную аранжировку, и в итоге на свет вышло то, что вышло. Вот, и мы решили сделать такой негласный, как бы, дуэт, то есть не просто фито-я, а дуэт, то есть там стабильно раз в два месяца выпускать хотя бы одну совместную песню. И к лету договорились уже, обмолвились, что у нас к лету должны, хотя бы к концу лета должно быть 10 совместных треков. Да. Да. На самом деле работа происходит коллегиально, если брать вот так под расчет, то есть... Есть саунд-продюсеры. Есть саунд-продюсеры, есть ребята, которые помогают в написании текста. Опять же говорю, вот припев полностью из заплетая придумал Рома, а куплеты помогли придумать ребята, именно саунд-продюсеры, которые занимаются в данном направлении. Так как я в творчестве относительно не так давно, и в принципе, типа, сочинять для меня музыку пока что сложновато самому, но добивать, дорабатывать, допустим, если я вижу направление верное, оно крутое, типа, я ее как-то вектор меняю. То есть Рома, если может придумать, реально может просто скинуть припев, и говорит, вот припев, все, и мы на него дорабатываем. Следующую песню, скорее всего, так и будет. Выпустим мы «Никотин», после «Никотина» будет так же, что Рома опять придумывает, может быть, и всю песню даже. Да, нужно просто... Ну, это сейчас пока в дальнейшем в планах, вместе уже собираться на студии и прям работать. Но так как пока что нет такой возможности не потому, что нет студии, да, просто нет времени, нехватка времени. Что Рома у нас теперь ведущий на пятницу и многое другое. У меня свои какие-то дела, то есть съемки постоянные. И сидеть на студии 24 на 7 у нас действительно нет времени. Да, я официальный ведущий, считай, телеканала «Пятница», вот, если это так можно назвать. Уже не то же там куча гора проектов на самом деле. Да, но у нас больше идет так, делегирование нашего коллектива идет так, Рома отвечает за пунктуальность и творчество, я отвечаю больше за какие-то коммерческие моменты. Короче, бабки у Жени, а язык у меня. Да, грубо говоря так. Ну, то есть договариваться с лейблом, организовывать концерты, бла-бла-бла-бла, это все на мне. С Ромой творчество, его амплуа, естественно, то, как он поет, то, как сочетаются наши голоса. Потому что у меня от природы низкий голос, бретон. То есть, а у него в каких-то только ты интонациях петь не можешь. Он разносторонний. То есть, очень круто, что мы нашли друг друга. Я реально счастлив, что мы спелись. И это действительно звучит красиво. Хорошая была идея создать такой тандемчик, на самом деле. Да, да, да. И вкинутая идея была реально вот просто рандомно. Случайно. Это такой вопрос, на самом деле, на который я всегда отвечаю одним и тем же ответом. То, что сейчас происходит в музыкальной индустрии у нас, в нашей стране, в России. Кабипас запада. Меня не совсем устраивает это как музыкального человека, потому что... Потому что... Ну, то есть, я не хочу слушать такую музыку. Мне неприятно такая музыка. А то, что мы делаем сейчас с Женей, это считается музыкой. Ну, то есть, для меня это музыка. Понятные и внятные слова в тексте. Это смысл в куплетах, смысл в припеве, мелодия, гармоника. То есть, вот такое. В плейлисте у меня джаз, соул. То есть, я вот такое слушаю. Я не слушаю российский шоу-бизнес. Для меня больше сейчас... Я вижу, что это жесткий капипас запада в плане битов. Но почему люди качаются под западную музыку? Потому что они не понимают как раз-таки слов. Они просто качаются под биты. Почему русские исполнители, которые сейчас в топах, да, допустим, Магенштерн задал эту тематику. Ты же не понимаешь, в принципе, половину слов, о чем он пойдет. Ты просто качаешься под бит. Но самое важное сейчас играет роль даже не музыкальная составляющая. Сколько музыкантов залетало в топ, и вы вообще хоть что-то о них слышали? Где-нибудь появлялись? То есть, амплуа, твоя внешность, твоя подача, как ты себя пиаришь, типа, как ты себя подаешь, это самое важное. И Магенштерн даже это доказал. Я соглашусь, что мне не нравится то, что сейчас в индустрии. У меня из последних добавленных, реально, две песни у меня из русских. Это «Нет проблем» Слава Мерлоу. Слава Мерлоу. Кстати, вот Слава Мерлоу — это гениальный человек. Слава Мерлоу — это реально гениальный человек. Он реально, он, ты гений, Слава. Ну, вот для меня, я не знаю, как Женя разделяет это. Еще, я просто скажу. «Тенэйдж» — «Нету интереса». Хоть это и капипаст с Криптонита, но это очень крутая песня. Это очень агрессивная, крутая песня, прям жизненная, на самом деле. Для меня сейчас в России есть два артиста, которые, по моему мнению, я его не навязываю никому, гениальные два человека. Это вот Слава Мерлоу — это просто, ну, невероятный артист. И Рахим. Я не считаю Рахима вообще гениальным артистом. Ну вот, то есть это лично мое мнение. Рахима, Рахима, у Рахима залетело только две песни, и то написанные гениальным первым артистом. Ну, почему только две песни? Три? Две. Три. Какие-то карты летят? Милли Рок. Милли Рок не залетела. Залетела, хорошо залетела. Ламборгини и Фенди. Все, что написано гениальным первым артистом. Ну, опять-таки, в совокупности, это же как мы с тобой вдвоем. Ну, то есть, да, если бы я писал конкретно... То есть я гнул линию, я не писал под чартой. И как только мы решили, давай что-нибудь под чартой бахнем, но все равно с элементом рока, оно сразу пошло. То есть я не хотел до Талова делать под чартой, потому что это не мое, мне не нравится. Я понимал, что у меня есть в плейлисте Линкен Парк, Скайл, это там Аммата или Стигмата, то есть и я буду петь, я не знаю, типа там, хоть я и слушаю, я танцую как-то поясок. То есть это немножко для меня сначала, знаете, в голове была такая трушность, типа там, блин, ну, это некомфортно. А сейчас я понял, что нужно следовать рынку. Рынок диктует условия, очень много артистов. Как раньше было очень много блогеров, это должен был снимать то, что популярнее всего и заходит всего. Чем быстрее ты сопрешь с запада, тем лучше это зайдет. Но вот мы решили зайти с другой стороны, мы решили сделать просто красивую мелодичную музыку. Именно песни, которые остаются в душе, которые хочется повторять, которые же напеваешь. И действительно эта музыка, допустим, заплетай, она ведь нравится не только молодежи, не только детям, но дети там слушают, грубо говоря, большое количество взрослых людей тащат эту песню. То есть там все наши знакомые, кому 40 плюс даже, ну, эти песни нравятся. То есть, соответственно, это музыка, которая бьет во все направления. Поп. Поп. Поп с элементами рока. То есть я все равно продавливаю эту тему, потому что последний куплет, последний припев должен быть роковым. Вот. И эту линию я буду гнуть. И как только наберется служительская база, которая подкормлена будет попом, и у них будет в голове отложено, что рок также присутствует в этой музыке, я буду рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок. Все, только в рок-рок. Я буду делать только то, что мне покаевает, только от чего я качаюсь, вот прям качаюсь. То есть меня сейчас, нынешние треки нас очень устраивают, но я хотел бы, чтобы они были, вот, допустим, заплетай в рок-рок, в рок-версии мне нравится гораздо больше, чем в оригинале, к примеру. Вот. Я бы выпустил ее, вот, изначально я бы выпустить хотел бы ее такой. Но вышло так, как вышло. Последовали на поводу рынка, пошли на поводу рынка, и не прогадали. В рэп я точно не пойду. Я думаю, Рома тоже. В рэп и делать исключительно то, что делают все остальные, чем ты тогда будешь выделяться? То есть, нет, эта мода пройдет. Вот. То есть, я считаю, что поп-панк буквально полгода-год, и он возродится. Если на Западе он уже как полтора года начинает возрождаться, возродился, Машин Ганкелли, тому пример, там, Янгблад и так далее. А у нас все цикличное. У нас год-полтора-два в Россию переходят с Запада мода. Вот. Поэтому дело времени попадает на всю аудиторию. Слушают, как дети кайфуют, грубо говоря, там, ну, подростки, дети, да, так и взрослые люди, там, сорок плюс. То есть, у меня знакомый армянин, ему там сорок лет почти, он говорит, я не могу перестать слушать. Она в голове, она просто в голове, в голове. То есть, музыка бьющая по всем фронтам. Мне кажется, это так глупо писать музыку, ориентироваться на какую-то определенную возрастную категорию. Проанализировать ты можешь, да. Но, естественно, было бы логично бить по платежеспособной аудитории. Естественно, если ты хочешь зарабатывать музыки, ты должен бить на платежеспособную аудиторию. Наверное. Либо же на детей, которые в будущем вырастут, и ты будешь кумиром их детства, как делает, в принципе, Мия Бойко сейчас. Она делает детские песни, и она понимает, что в будущем эти дети, которые сейчас нас смотрят, допустим, в ТикТоке, они вырастут, и мы будем кумиром их детства. Но сейчас столько артистов, столько блогеров влезут в музыку, но это все заканчивается одним-двумя треками, и все. Их карьера музыкантов заканчивается. Мы буквально вчера были на другом канале, и там висела как артистка девушка, у которой одна песня. Ну, это такое. Немножко оскорбительно к тебе, как к человеку, допустим, который всячески принимает участие в деятельности какого-то определенного канала, на благих каких-то намерениях, неоднократно, грубо говоря. И ты приходишь в этот дом этого места, а тебя там нет. А зато висит человек, который там был один раз, наверное, и спел всего одну песню всего, да. И я, как человек, который за, грубо говоря, 15 месяцев своей музыкальной деятельности написал 13 песен, выпустил. То есть иду, смотрю на людей, у которых там одна песня, две песни, и то там даже никто из 13 треков 11 в чартах сбыли. Я думаю, мало у кого из блогеров. Скорее личные детские какие-то капризы. Да, да. Не сильно так, знаешь, обижаешься, ну, немножко неприятно становится. Ну, неприятно, да, да. Ну, ничего страшного. Ну, дело времени. А, да, блядь, да, блядь. Не, я не буду материться, но я уже сказал. На самом деле, да, мы придерживаемся того, что мат не пропагандируется. Ну, то есть есть песня, у меня была вот песня «Девочка-боль». Там «Девочка-боль, нахуй твою любовь». Пришлось сделать «На» и там «Твою любовь». То есть пришлось замьютить, потому что сейчас площадки не продвигают, не дают тебе таргет, поддержку, если в треках присутствует март. Спасибо законодательству за такой прекрасный закон. Он очень полезен, безумно полезен. Наша же молодежь на улицах мата не слышит. Вот. Зато теперь в музыке музыка не продвигается, то есть площадки не продвигают, не помогают. Приходится обходить этой стороной. Ну, и в песнях наших совместных мат там лиричный. То есть там нет места мата. Я отношусь к нему крайне положительно, если он к месту. Если там не через каждое слово «сука, сука, ёу, рэп». То есть вот такое это максимально неприемлемо. А вот то, что я повторил песню «Тенэйдж», «Нету интереса», там очень много мата. «Нету интереса доказывать, что ты х**ом». Типа даже, это равно куплет. То есть это по сути уместно. По-другому, как ты скажешь? «Нету интереса доказывать что-то чмошникам?» Типа то же самое, что «Девочка-боль». Я не смог заменить слово «н*****» на какой-нибудь, не знаю, там «н*****». Это не то было бы уже совсем. Но так как мне нужна была поддержка площадок, промо там, допустим, получить, мне пришлось обходить даже слово «сука» литературное. Так как это было не в контексте с собакой, мне пришлось за реверсить ее, то есть момент. Чтобы как бы она услышалась, но как бы и не слышалась. Вот такое. А твое? Я пытаюсь вспомнить, у меня есть в треках вообще «Маты». У меня есть в треках «Маты». «Маты». Минимум в четырех. Наверное, я не знаю, я уже не помню. Я даже не задумывался над этим вопросом. Конечно же, не хотелось бы слушать песню, в которой просто сплошной «Мат». А так, если в этом треке есть место «Мата», вот почему нет? Вот да, если есть смысл. То есть, если другими словами, по сути, не передать. Ведь «Мат» — это эмоция. То есть, особенно русский «Мат». Это реально эмоции. Есть такие моменты, которые ты не передашь другими словами. То есть, когда происходит какая-то реально жопа, ты же не скажешь «Блин, как все плохо!» Ты скажешь «Б***ц». Вот как ты скажешь. Или когда твой помощник работает «Б***ц», ты скажешь «Ты х***ць работаешь!» Ты же не скажешь «Тема, б***ц, ты хреново работаешь!» Да, «Тема»? Вот такое отношение к «Мату», двоякое. То есть, я в жизни не «Сапожник». То есть, мы, особенно Рома. Рома, это... Ты, пожалуйста, поедички мне кончились. Я «Сапожник», правда, я матерюсь. Мне нравится материться. А я, наоборот, я стараюсь в жизни как можно больше, если меньше, больше. Оговорушка по Фрейду. Как можно меньше использовать «Мата». У меня раньше было слово «паразит». Я от него избавился. Сейчас у меня его нету. То есть, я могу включить тумблер с матами. Я буду говорить на матах и будет «п***ц». А могу включить тумблер, и я буду заменять каждое матное слово на более соответствующую, на синоним. То есть, разговаривать без «Мата» в принципе для меня норма. Я даже вместо «б***ц» говорю «мля». «Мля». Даже в жизни «мля» я говорю. Чтобы избавиться от этой вредной привычки, я стал говорить «мля». Но все равно на всех телеканалах говорят, что зачем ты материшься. Я говорю «мля». «Мля». Это не мат. Тля-мля». У меня скоро концерт, да. Я буду пропевать. Я вот над этим не думал, если честно. Скорее всего, да. Я буду пропевать песни такими, какими они есть. Я не считаю. То есть, то, от чего пытаются огородить родители детей, сами же это, ну, типа, сами матерятся сами. Вот эта игра в интеллигентность перед родителями. Дети матерятся на улицах без родителей. Родители матерятся дома без детей. Зачем вот это вот притворение, типа, «Отгордим детей от мата». И что? И что? Ну, ребенок не будет материться. И что? Что? В каждом моменте, в этом, не знаю, американский, ну, ладно, запад же. У нас же гниющий запад, да, считается, как, типа. У них там через слово, что не песня, так пусть и фак и так далее. То это для нас звучит пусть и фак, а для них это пи*** и б***ь. То есть, там типа, ну, то есть, грубо говоря. Вот. Я свои песни буду пропивать так, как они звучат, в принципе, типа, на записи. То есть, я буду пропивать полностью от и до. Лидер мнений, как для меня, вот, раньше, блогеры, ютуберы, это были действительно лидеры мнений. То есть, для меня лидер мнений это Илон Маск, который может одним своим твитом что-то уничтожить или что-то, допустим, к чему-то придать хайп. Одним своим твитом может поднять в два раза биток, грубо говоря, за какой-то момент. Вот это лидер мнений. А то, что происходит сейчас, сколько вот этих тиктокеров, недоразвитых, понимаешь? Тиктокеры, которые набирают популярность на своем милом личике, в голове пустота. Они все, что угодно могут вытворить. То есть, в жизни с ними конструктивно не поговоришь. Они добились этого только... Все, кто залетели через тикток, это не конструктивные люди. Это просто милые, красивые, залетели под тренды, либо через хаосы попали. Не в обиду, я с многими дружу, и многие ребята действительно умные, талантливые где-то в зажилках, но большинство из них даже не могут составить конструктивно речь. Это дети, это дети. Я сейчас не вижу, не вижу явных лидеров мнений, и сам себя таковым не считаю. Возможно, считаю себя лидером мнения на свою аудиторию, потому что я говорю то, что от меня исходит, соответственно, если тебе это не нравится, мое мнение тебе не нравится, ты с ним не согласен, я тебе его не навязываю. Но я высказываю часто свое мнение по отношению к чему-то. Многие пишут мне, типа, ты не прав, многие пишут, ты прав. Окей, я не навязываю. То есть я не считаю, что должен быть какой-то определенный лидер мнений. Раньше я видел в ком-то, допустим, я смотрел Джарахова, Хованского, и для меня это были реально лидеры мнений. И сейчас там, даже если посмотреть, кого я смотрю, это Жак Фреско, для меня Жак Фреско это лидер мнений, допустим. Но в то же время я не согласен с его проектом «Венера», это полная чушь, никогда в жизни такого бы не произнесло, такого общества бы не было. А для меня там, Невзоров это лидер мнений, понимаешь, но я не со всеми его высказываниями согласен. Да даже Ольга Бузова в чем-то лидер мнений для меня. Не во всем, но в чем-то. То есть в каждом можно найти то, в чем он прав и в чем он интересен и за этим мнением наблюдать. Я не знаю, для меня не существует понятия лидер мнений среди там блок-сферы, например, да. И для меня лидер мнений это человек, который может связать пару слов и конструктивно донести свою, да, субъективную мысль. Для меня, наверное, в нашей стране есть два лидера мнений, это Познер и как бы это смешно для кого-то не звучало, это Ксения Собчак, потому что я действительно считаю Собчак мега умным человеком, мега эрудированным человеком, с которым действительно можно поговорить и даже если произойдет там какая-то вдруг ситуация или какой-то случай, что я буду лично знаком с Ксенией Анатольевной, это тот человек, у которого можно попросить реально совет там в дальнейшей какой-то, знаете, жизни, да. И купить интервью. Для меня вот два лидера мнений. А для меня? Но не блогеры, ни в коем случае. не блогеры. Нет, блогеры нет. Блогеры есть впечатление. Что может донести блогер там до человека? Допустим, вот мне пишет ребенок, да, что вот меня избивает дома мать, меня никто не любит, да, я хочу покончить жизнь самоубийством. Я, конечно же, отвечаю, и я даю хоть какую-то поддержку, там, в силу каких-то, ну, несмотря на то, что у меня всего лишь 25, пройденный этап жизни, у меня достаточно такой, не сахарный кусок. И я знаю, что это такое, я могу дать поддержку. А напиши, эта девочка кому-нибудь, я не буду называть имен, другому блогеру. Он в шутку бежит, делай. Понимаете? То есть я даже сейчас могу открыть диалог, у меня тоже есть такие моменты, но зачастую потом эти дети начинают задалбивать. Ну, конечно, они будут написывать каждый раз. каждый в своей проблеме. Потому что не то, что в проблеме, они уже увидели коннект с тобой, им приятно, что ты им отвечаешь. Это есть, да, это есть, но они не понимают, что таких, как они, их очень много, и мы, по большей части, я не отвечаю на сообщение. То есть я отвечаю на сообщение только когда это что-то, вот что-то именно, какой-то конструктивный диалог, либо критика моя конструктивна в мою сторону. Зачастую я на критику отвечаю, потому что мне хочется конструктива, и действительно, может быть, человек расскажет, в чем я не прав. Вот он мне реально донесет, в чем я не прав. Либо это, вот как Роман сказал, какая-то проблема у человека, допустим, я общаюсь с фанатами, со своими часто, я переношу их в общее, и там бывает, когда нечего делать, допустим, ездишь куда-то, периодически заходишь, просто поотвечаешь, посмотришь, что они тебе напишут. Но зачастую это дети, которым там могут быть 12-13 лет, он говорит, все, я не хочу жить, я хочу уйти из дома, я вспоминаю себя в 12-13 лет, я каждый день хотел уйти из дома, и ты понимаешь, я не буду тебе ничего говорить, мне никто ничего не советовал, и я тоже тебе не буду ничего советовать. Хочешь уходить, уйди, ты вернешься, когда проголодаешься. У тебя не было такого, что уходил из дома? Нет. Я уходил, через 6 часов проголодался, пришел. Прикольно. Для меня сейчас, на данный момент, вообще в принципе, Инстаграм, это такая площадка, которая помогла мне самовыразиться, наверное, построить там какую-то карьеру, которую я еще не построил, я не считаю, что что-то там сделал вообще сверхъестественного, потому что работы еще очень много, но опять-таки, это небольшая ступень, что ты показал. Ну, типа, достигли сейчас вот столько от стальки. Да, это небольшая ступень, становление такое, да. Я воспринимаю это не только как работу, Инстаграм, но и лайфстайл такой, знаешь, просто моя жизнь. Я не представляю уже, ну, дня без... То есть я отношусь это как к работе без выходных, опять-таки, находясь дома. А если разговаривать про залипалки, то лечь в постель в 10 часов вечера, взять в руки телефон, включить ТикТок и выключить его в 7 утра и не понимая, как пролетело это время. Наверное, все-таки ТикТок про залипательность. У меня ровно наоборот. Я отдаю сейчас больше предпочтения ТикТоку, потому что Инстаграм стал всячески предотвращать большим аккаунтом способы самороста. То есть вкладывай деньги, покупай рекламу. Только так можно сейчас расти в Инстаграме, потому что начали накручивать ботов сейчас в последнее время для понижения статистики. А накручивают большое количество ботов и тут же откручивают назад их. То есть туда-сюда. ТикТок дает тебе шанс расти на саморосте действительно на контенте, который залетает в рекомендации. Хоть, посмотрите, количество подписчиков в ТикТоке не значит ничего. Твои видео не будут набирать, если они не будут в рекомендациях. То есть там 15-ти миллионники, 15 миллионов в Инсте это, наверное, 60 миллионов в ТикТоке. Вот равноценная ситуация примерно, понимаете? То есть вообще ничего не лишают подписчики в ТикТоке. А про залипалку ТикТок я не смотрю вообще. То есть я максимально себя огородил от ненужной информации. С недавнего времени я понял, что я очень и очень рассеянный в плане времени и так далее. Я даже сегодня опоздал опять. То есть я отписался от всех пабликов там в телеге, которые я читал новостных. Я перестал смотреть уже истории, stories, кроме вот Ромы. Ромин истории я смотрю каждый. Это человек, то есть он ни с кем не коллаборирует толком. Он снимает сам с собой. Это реально забавно. То есть ну я его истории смотрю. А там Карина смотрю истории, соответственно, потому что это действительно качественный контент, на котором она долбится. Над одной историей 15 секунд она может час долбиться, переснимать ее по 20 раз. там заставлять всех переигрывать. Вот долго, на секунду дольше сказал, там на полсекунды ты замедлился, все заново разнесу. Вот. Но ни в каких соцсетях я не залипаю, кроме Ютуба, я под него засыпаю. Я смотрю там The Люди, Шевцова, Алексея Шевцова, там, я такое больше информационное, я историю люблю, что-то про историю смотрю. Но историю я смотрю как? Я смотрю, допустим, про ту же Первую мировую войну с русской стороны, наши, допустим, выпустили, и переозвучен немецкий, допустим, немцев, грубо говоря, сюжет документальный. Такие провалы, конечно, в информации, такая разная информация и пропаганда с разных сторон. То есть, непонятно, где реальные истории. И мне всегда интересно становится с этим разобраться. Вот, вот, даже вот об истории недавно в Египте я видел, что обнаружили что-то, новые захоронения, новый город, какой-то, самая крупная находка, самая крупную находка нашли с момента гробницы Тутунхамона. Понял? Город какой-то, мертвый город нашли. И теперь я опять хочу, я поклялся, что я больше не приеду в Египет, я расстроился, очень сильно, когда туда приехал. Но я поеду, я хочу, как только этот, мертвый город доступен будет для посещения, я сразу поеду, потому что реально целый огромный город. Типа, блин, посмотреть на это, это было бы очень круто. Я очень увлекаюсь историей. А соцсети? Нет, слишком много времени занимает. Я только залипаю на свой контент. На свой, то есть, там, себя просматриваю, свою стату какую-то просматриваю. То есть, своим контентом занимаюсь. Это намного больше времени занимает, нежели просмотр чего-либо контента. Я даже истории еще уже и не смотрю. Вот, поэтому зачастую бывает такое, что даже можешь повториться. И не понимаешь, что за тобой, кто за тобой повторил. Ты или он за тобой. Как дуэту, наверное, нам не писали еще ни разу. А лично, конечно, очень много хейта. В основном, вот, в основном, мне кажется, у нас на двоих, да, с тобой эта фраза? Гей. Да. Нас почему-то, вот просто, вот просто из-за того, что внешне мы выглядим не как обросшие, брутальные, с черными руками, с волосатыми, мокрыми подмышками, не знаешь, с грязными волосами, с перхотью. То, что мы одеваем патчи на глаза, чтобы не быть ублюдками в кадре, то, что мы маски одеваем, чтобы лицо было более-менее нормально. У нас, знаете, есть, ну, это уже другое, но вот, что касаемо вот этих вот оскорблений в плане там, чьей-то ориентации, у нас люди больны, некоторые, люди больны с кудоумием. В плане, вот, им кажется, что это болезнь, я не знаю, да, и если они, типа, тебя этим, ну, называют этим словом, они считают, что это оскорбление. Они не понимают, что большинство геев, по статистике, это вот, вот именно брутальные, как-то таки мужики, которые ходят, и среди них, а те, кто одеваются, типа, не так, как они. То есть, хейтер, это самый главный твой впреданный фанат. Он ищет, вот, любой косяк, он сидит за каждым твоим интервью, шоу, песни, он лишь бы до чего-либо не докапывается. То есть, у меня даже было такое, там, знаешь, смотришь на протяжении двух лет, он тебе пишет, х**, х**, чмо, и вот в 21-м году он тебе пишет, ты лучший, красава, смешная история. И ты такой, хм, ничего так, ты переобулся, два года тебе понадобилось, чтобы переобуться. То есть, я, я реагирую только на неконструктивный хейт, в основном, когда кавказцы пишут, типа, ты че, баба, что ли, там, да-да-да-да-да. Я говорю, бля, ну, я начинаю вступать в диалог, как всегда, это заканчивается тем, что я тебе приеду, я сейчас тебя найду, где-то. Я говорю, я в Москва-Сити живу, чувак, башня Олка, подходи на вход. И за два года, и за три года никто ни разу не подошел. То есть, я никогда никого не оскорбляю первый, я не навязываю какое-то свое мышление, там, я не знаю. Но, когда тебе неконструктивно просто пишут, и оскорбляют, просто потому, что они тебе завидуют. Ведь, каждый хотел бы, каждый вот этот оскорбляющий, хотел бы быть на этом же самом месте, сидеть, допустим, здесь, сейчас. Даже если он будет это отрицать в соцсетях, в голове он скажет себе, да, я хотел бы это делать, я хотел бы быть точно так же. То есть, я хотел бы чего-то добиться. У меня есть образование, диплом, Ростовский колледж связи и информатики, я программист. И, если задавать вопрос по поводу, нужно ли образование, безусловно, оно нужно, но не в таком виде, в таком виде, в котором он есть сейчас. Ну, возможно. Не знаю, насколько сейчас, в наше время, ценится образование, но я просто воспитан так, что всегда важно было образование. И это правда так. Я так считаю. Образование нужно всегда, учиться нужно всегда, ты всю жизнь учишься, правда. Ты учишься в принципе, учишься на ошибках, учишься работать, учишься что-то делать, учишься вокалу, ты учишься всю жизнь. И это кайф. Мне кажется, это на самом деле реально, я просто, мне нравится так жить, проходить постоянно какой-то квест. Я воспринимаю там жизнь как квест. То есть, я должен дойти до босса, да? Я хочу развиваться, я хочу развиваться абсолютно в каждой сфере, мне это интересно. Я хочу заниматься всем подряд. Все говорят, что сидеть на двух стульях невозможно, возможно, это все бред. Можно заниматься всем, чем хочешь. И саморазвиваться. Саморазвиваться, да, развитие, это такой кайф на самом деле, когда ты можешь делать все, что угодно, потому что абсолютно любая сфера деятельности пригодится тебе в жизни. Ну, я считаю, ровно, примерно так же, нет. Я считаю, что образование необходимо, но не в том виде, в котором оно есть. Я могу сказать это. Я учился за 9 лет обучения, я раньше говорил 8, но я посчитал, 7 школ я сменил. И тебя не учат, тебя заучивают быть бараном. Заучивают, хвалят отличников за то, что они зублят и делают то, что им скажут. Типа, самый банальный пример, который я всегда привожу, у нас был, в каждой школе, ни для кого не секрет, есть разные авторы, ну, авторы, разные программы. То есть, математика, у одного автора один, у другой другой. То есть, у одного уравнения есть два, там, несколько вариантов решения, но ответ в итоге один. Я списал с ГДЗ, потому что я никогда не учил ничего, кроме истории. Всегда, я только на истории, у меня 5 по истории. Все остальные тройки в эти статьи, я забегу вперед. И я принес решение, записанное с ГДЗ другой программы, другого автора. И мне говорят, решение неправильное. Два. Я говорю, ну, ответ-то верный. Ну, решение неправильное. Я говорю, смотрите, вот дом, вот школа. Какая разница, пойду я вот так или вот так? Я дойду до школы. На что мне сказать, закрой свой рот, будешь умничать дома. О чем это говорит? Школа – это место, где строят баранов. Ходи, как все, заткрой рот, ты лучше всех. Да, чувак, я лучше всех. Типа, я индивидуальный, я личность. И я не считаю, что дети не должны ходить в школы. Просто учителей нужно поменять. Всех этих бабулек, которые сейчас сидят в советском образовании, которые делают из детей тупых ослов и баранов, их нужно убрать. Потому что они действительно, есть великолепные педагоги. Я не спорю, на моем пути их было много, но по какому-то стечению обстоятельств, все эти педагоги были связаны с историей. Поэтому я так, наверное, историю полюбил. Потому что каждый педагог по истории давал не просто тебе «учи», он рассказывал, он доносил, ты задавал вопрос, а он разъяснял. А остальные предметы это была просто тупая зубрежка. Жишис и геобисектриса, это крыса. То же самое, что я потом пошел в ПТУ, я отучился в ПТУ. Я даже диплом не забирал, потому что первый курс я отходил, второй курс, третий, я просто полежал, платил. Понимаете, то есть система образования, она тебя не учит, она поощряет лишь тех, кто ей подчиняется. Я считаю, что образование нужно, но оно нужно именно жизнь. Образование, жизнь. То есть я умел извиваться, умел делать так, что у меня было пять двоек подряд, но я умудрился закрывать четверть на три. То есть вот это, я считаю, образовываю. Я сам себя обучал этому. И, наверное, мне повезло, и одновременно не повезло, что я часто менял место жительства, соответственно, менял компании, и коллективы разные у меня были, и я черпал разные знания и разные источники информации от разных людей. То есть я коммуникабельности очень быстро научился. Поэтому образование у меня есть, хоть диплом, я даже не пришел на вручение диплома. Я просто оставил. Я ни аттестат не забрал, значит, из-за меня родители его забирали, я и диплом не забирал. То есть это моя позиция. То есть как я ее прошел, но у каждого индивидуально. Но вот сколько я знаю своих одноклассников, одноклассниц, да, вот сколько общались, все, кто были отличниками, ничего не добились. Вот ничего не добились. Они, многие до сих пор даже учатся, до сих пор, даже как ЛДжей. Как те, кто хорошо учились, они до сих пор учатся. Курил. Никотин. В принципе, все. Я сейчас, как и Рома, на жестком зоже мы в зале то есть мы занялись собой не относительно не так давно. На данный момент привычек вредных нет. Вот только вот никотин. Алкоголь я, в принципе, не переношу. А все остальное это уже... Я курил сигареты с 15 лет, потому что рано работал вообще в другой сфере, работал в общепите. И я там начал курить сигареты и бросил я в 18 лет курить сигареты. Вот, мне сейчас 24, почти 25. Я курю кальян. Вообще, мне это нравится. Обожаю кальян курить. Ну, электронки очень редко, когда сильно прям хочется, да, там, какую-то никотиновую долю получить. Да, я курю, конечно. Вот, поэтому это, наверное, единственная вредная привычка в моей жизни. Меня это забавляет. А я вообще далек от этого всего. Я даже не слежу за этим. А я так смотрю историю, для меня все циклично. Я вижу в этом цикличность. Что-то будет сейчас... Не буду тратить на это. Ну, типа, акцентировать на этом свое внимание, время, нервы. Есть другие вещи, на которые нужно бросать свой взгляд. Прям... Я занимаюсь собой. Я занимаюсь собой. Я делаю что-то. У меня это получается. Я ни на кого не перекладываю свои проблемы. Я не виню в ком-то там государстве и так далее в своих каких-то проблемах. Я виню только себя. Допустим, если у меня что-то не так, если меня что-то не устраивает, я сам в силах это изменить. Поэтому я вот слежу за собой. Не за политикой, ни за кого не топлю, но... Вот. Я занимаюсь собой. Я занимаюсь творчеством. Я вне политики. Если зарегистрировал в Тиндере, ты в отношениях. Я нет. Я тоже нет. Я нет. А я даже если да, то понимаю, что человека нужно узнать, потому что когда с человеком знакомишься, маска. На лице маска. Всегда на лице маска. Человек пытается показаться таким вот самым-самым-самым крутым. Там девочки всегда идеально красятся, одеваются идеально. Но проходит там промежуток времени там 3-6 месяцев и ты в принципе понимаешь, что это за человек. А обычно в этот период уже отношения начинаются и как раз таки в этот момент отношения живут в среднем по статистике год, год, три, три, от года до трех. То есть ты понимаешь, привыкаешь человеку. Три года это любовь. Любовь уже три года. А отношения, то есть ты влюбляешься в одного человека, оказывается он совершенно другим. Что с одной стороны? Что с твоей? Ты же тоже себя постараешься показать как-то с красивой стороны. то есть какой-то вот есть молодец, умница, красавица, гусеница. То есть я вспомнил эту фразу. Красавица, умница, гусеница. Вот. Но понимаешь со временем, что человек совершенно далеко не тот, за кого себя выдает. И поэтому я не верил в любовь с первого взгляда. Ты можешь влюбиться в картинку, но не в человека. исключительно. То есть я когда-то там софт помоген фокс, да, а недавно узнал, что она на героине сидит. Вот. Банальный пример. Это выдержит. Я встречу софт помоген фокс. Пускай делают. И ничего, за руки держать должно что ли? Протестоваться? Пускай делают. Кому нравится? Мне, допустим, не нравятся куклы-куклы. Я не люблю кукол. Меня вообще... Они как будто все одинаковые. Как будто этих... Если их поставить 10 сделанных, 7 будут одинаковые. Как манекены. Мне не нравится. Это, наверное, игрушка для больших взрослых дяденек уже состоятельных. Мне такие не нравятся. Но. Но. Девушка должна стоить за собой. То есть они ходят к косметологу, там, морщины есть, она убирает, себе там чуть-чуть там форму лица придает, ее более, типа, ну, красивые там губы покачает, но не... А именно подкачивает, да, чтобы они были там не плоские, тем более такие привлекательные. То да. Про грудь, я не знаю. Кайф делай. Ну, ощущаются они так себе. Я знаю, что если делают некоторые жир жопы, качают ситки. Да, правда? Да, тогда они настоящие похожие. Мне так сказали, может, обманули нагло. Но я обладаю такой информацией. Ну, я не буду себя расписывать полностью, потому что каждая абсурдная татуировка, это несет за собой какой-то определенный внутренний смысл, глубокий. Поэтому полностью себя расписывать не буду. Есть еще, наверное, две-три татуировки, которые бы я набил. Это что-то не считывает? Да, тут все несет. Абсолютно каждый глубокий смысл. Вот, и все. Не приемлю татуировки на лице. Как бы сейчас Женя тут меня ногами не бил. Я тоже не как гашусь от них, то, что на лбу это на лбу. Ну вот, я считаю абсолютно каждого человека индивидуально красивым. Абсолютно каждый человек красив по-своему. Что, по кайфу, то и делай. Все. Ну, то есть, Рома за индивидуально, за естественность. Да? Да. Не знаю, я не хотел бы отвечать, но мне не то, что на жизнь, мне на творчество деньги больше уходят. Деньги уходят сейчас больше на творчество и на все это составляющее, на зарплаты, на жилье, по помощи семье. Я не буду озвучивать какие-то цифры, что я хочу, чего я хочу. Нет предела. С каждым разом аппетит все равно растет все больше и больше. Чем больше, тем лучше, естественно. У меня вообще в планах свою государство создать. Когда-нибудь выкупить остров, создать свое государство. Денег мне нужно много. Но это пока только мечты. Деньги, способ жизни, выживание. Мы же выживаем все. Деньги есть хорошо, на деньги мы питаемся, на деньги мы лечимся, на деньги мы живем. Деньгами мы помогаем родителям, деньгами мы помогаем, взращиваем, обучаем своих детей. Без денег, к сожалению, как бы так не хотелось говорить, человек не существует. К сожалению. Опять-таки, да. Кто-то зарабатывает больше, кто-то зарабатывает меньше в мере своих возможностей. А я считаю, что возможностей у человека очень много. Просто есть ленивые люди, которые себя недооценивают и считают себя недостаточно сильными в этой жизни, хотя огромный потенциал имеют где-то внутри себя, поэтому зарабатывают мало. Есть люди, которые слишком сильно верят в себя, соответственно, зарабатывают много. И больше вы могли зарабатывать, если бы еще больше верили в свои силы и возможности. Поэтому я считаю так. Был задан вопрос, сколько нужно для комфортной жизни в месяц. Ну, у меня просто отдельная история в жизни, поэтому, наверное, я трачу где-то порядка 150-200 тысяч в месяц, потому что я помогаю маме. Больше помогать мне некому. Так сложилась моя судьба, что мне нужно помогать маме. Там, починить крышу, отправить деньги на лекарства, да, и как-то, ну, и я тоже живу. Я жесткий шопоголик, я люблю одеваться, мне нравятся вещи. Не говорю, что я одеваюсь там в супер-мега-брендовые шмотки. У меня все концептуально, я могу одеться и за полторы тысячи рублей, и это будет выглядеть очень круто. Питание, спортзал, тренировки, это тоже стоит денег. Поэтому вот я в основном на это трачу. Дорога. 150-200 тысяч рублей в месяц. Что-то как-то ты немало сказал. Нет, я сказал немало. Я не больше трачу. Я просто не люблю понтоваться. Обычно такие цифры озвучиваю, когда понтуются, я просто не люблю это делать. Пускай это останется таким. Много. Алгоритмы ТикТока. Ценевые баны Инстаграма. Бесят, бесит, бесит, бесит. Не знаю, то, что творится сейчас в мире. Это ужас какой-то. Люди, люди реально сходят с ума. То есть, просто реально сходят с ума. Просто это все началось с этого Джоа Флойда, этого, блин, наркомана, обдолбанного, который умер от передозировки, это подняли, там, восстание. Короче, ну, ладно, не суть. Бесит, что сейчас стали снимать кино. Там обязательно должны быть этнические персонажи. Я хотел посмотреть новый на Mortal Kombat, но меня уберегли. Мне сказали, не вздумайте, если ты смотрел первую часть, оригинальную, не вздумай, не смей. Я посмотрел, и мне безумно понравился. А ты первый смотрел? Конечно. Самый первый? Конечно. Шикарный фильм. То есть, тебя устраивает? Абсолютно. То есть, сходи? Ну, сходи. Ты все равно его засрешь. Просто, как мне рассказали, где у Сабзира рука тоньше, чем, я не знаю, палочка, и на нем такой костюм. Блин. Ты сказал, что тебе бесит, что тебе нравится? Что тебе, что мне нравится? Мне нравится жизнь. Мне нравится, в принципе, все. Все остальное. Я люблю жизнь. очень, не хватит трех аспектов, чтобы сказать, я не могу выделить три аспекта. Я упущу какой-нибудь важный. Поэтому просто скажу, мне нравится жить. Что меня бесит? Меня бесит недосыпание. Безумно меня это бесит. Меня бесят перепады настроения. Ужасно вообще. Я ненавижу это. Я пытаюсь исправить эту черту характера в своей жизни. И, наверное, меня бесят тупые люди. Не в смысле неначитанные, знаете, которые... Дубилы. Ну вот, люди, которые, ну как объяснить, тупые люди с необоснованным мнением и необоснованным высказыванием. Вот я говорю так, потому что я так считаю. Объясни, пожалуйста. Без объяснения причин. Вот. А что мне нравится в жизни, я очень сильно люблю делать подарки людям и смотреть на их реакции. Я обожаю, правда, я обожаю дарить подарки. Он вчера мне подарил Эрика Морти. Прям вот, мне нравится эмоция человека. Я люблю путешествия. Но я, наверное, скорее больше люблю европутешествия, нежели курортные. Мне нравится гулять, ходить и смотреть какую-то архитектуру. Обожаю. И я люблю музыку. Ну да, музыка тоже. Блин, как мы с тобой противоположны. Я ненавижу путешествовать. Я улетаю из Москвы и чувствую себя некомфортно. А архитектура, у меня нет, хотя нет, я тоже люблю. Вот я в Египет летел по сути на пирамиду, но просто как меня атаковали эти бедуины грёбаные. Мне очень понравился Египет. Я прям, вместо моей силы. Я считаю, что это, блин, просто один, вот пирамиды это один большой рынок. Я год назад не мог представить, что у меня в голове будет то, что сейчас. Я мыслю по-другому. Я не могу сказать, я затрудняюсь ответить, а придумывать, выдумывать я не хочу. Я хочу посмотреть вот эту запись, да, через 10 лет и вот увидеть, каким я был, какое было мое мнение, вот, и через 10 лет посмотреть записи и сказать, чувак, каким ты был там тупым или как ты был прав. Вот как я не могу сказать. 35-летний развивающийся работающий мальчик. Я буду продолжать работать просто и всё. Летом как минимум две песни ещё совместные выйдут. Как минимум две. Два сериала. А я ещё Ютубом активно занялся. Ну, на самом деле... У нас во всех сторонах везде ещё рассказать, то есть с ней делается всё, снимается всё, работает, надо всё, поэтому что-то конкретно выделить очень сложно. Да. Самое главное в жизни это здоровье. Самое главное в жизни это жизнь. Спасибо.